Бабушка, скоро Новый год наступит, а в доме этого совсем не чувствуется. Может украсим его и станет веселее? Мне всё равно. Делай что хочешь. Ладно, я бы сначала украсил стены и потолок. Для этого мне нужна новогодняя мишура и игрушки. У меня нет игрушек. Я никогда не отмечала Новый год. Но ты ведь провела в этом доме своё детство. И наверняка твои родители наряжали для тебя ёлку. На чердаке посмотри. Может что-то и найдёшь. Если там ещё крысы всё не съели. Не люблю крыс. Может у тебя есть цветная бумага, клей и ножницы. Я бы смастерил флажки и цветные фонарики. Я же сказала. Всё на чердаке. Придётся идти на чердак. Хотя я терпеть не могу крыс. Их отвратительные жёлтые зубы и лысые шершавые хвосты. Но ничего не поделаешь. Так хочется провести Новый год в праздничной атмосфере. Слышу, уже там кто-то бегает. Надеюсь, их там немного. Вроде тихо. Ого, сколько тут всего. Долго искать придётся. Кто здесь? Крысы бегают. Нужно, наверное, пошуметь, чтобы они испугались и убежали. Кыш, кыш! Я несъедобный! А ну кыш отсюда! Сундуков много. Придётся все проверить. Тут капканы. Зачем так много? Непонятно. Тут биты бейсбольные. Бабушка, наверное, просто помешана на бейсболе. Тут целый сундук линеек. Непонятно. Да чего так много? Возьму себе одну. Может, когда-нибудь пригодится. А что в этом сундуке? Ура! Тут всевозможные карнавальные костюмы. Можно будет переодеться. Так будет ещё веселее. Костюм петуха. Нет, не подходит. У нас сейчас год свиней ведь. Костюм снежинки. Тоже не подходит. Может, бабушке предложить? Хотя нет. Она наверняка откажется. Костюм Супермена. Это круто. О, а вот костюм Санты. То, что нужно. Он больше всего подходит. Сейчас переоденусь. Отлично. Как по мне шитый. О, кажется, в этом сундуке что-то блестит. Это же ёлочные игрушки и флажки. И они очень даже хорошо сохранились. Теперь осталось нарядить и... О, нет! Гигантский паук! Где её? Что со мной? Не могу понять. Всё тело онемело. По-видимому, паук обвил вокруг меня кокон, пока я был без сознания. Это означает одно. Он меня хочет съесть. Да. Ведь пауке обвивают кокон вокруг жертвы, чтобы она не сбежала. Я пропал. Грустного так закончить жизнь в такую прекрасную праздничную ночь. Папа учил меня, что никогда нельзя сдаваться. Нужно до последнего бороться. Хорошо. Значит, нужно всё тщательно обдумать. Может, найду выход из сложившейся ситуации. Разберём всё по порядку. Я в ловушке. И паук меня съест. Это минус. Но съест не скоро. Иначе бы уже съел. Это плюс. Я скорее умру от голода и жажды, чем буду съеденным. Это минус. Или плюс? Нет, скорее минус. Сегодня Новый год. Это плюс. Мои ноги и руки обездвижены. Это минус. Но мой род свободен. Я могу говорить. Это плюс. Значит, я позову на помощь и надеюсь, бабушка услышит меня. Бабушка! Спаси меня! Бодя! Бодя! Ты что? Ты моего внука хотел съесть? Ах, ты паразит этакий! Бабушка, ты знала, что на чердаке живёт паук? Конечно, знала. Это же мой питомец, Бодя. Ручной арахнидик. Просто я забыла про него. Давно не кормила. Вот он и изголодался. На людей кидается. Бабуль, может ты меня освободишь? А то Новый год скоро. Дом ещё украшать нужно. А я тут сам как игрушка ёлочная повис. Ах, да. Сейчас я тебя освобожу. Ну вот, дом украсил. Сразу настроение поднялось. Не хватает только ёлки. Какой же Новый год без ёлки? Игрушек ещё много осталось. А повисеть не на что. А ты пойди в лес. Да сруби ёлочку. Точно, бабуль. Хорошая идея. Здравствуй, сестра. Мне нужна твоя помощь. Сегодня Новый год, знаешь ли. А у меня для Балди совсем нет подарка. Я знаю, тебя этого добра хватает. Не могла бы ты дать каких-нибудь сладостей для него. Сейчас он пошёл за ёлкой. Скоро вернётся. Хорошо, сестра. Я соберу подарочек. И оставлю его в гостиной. Когда он придёт, то найдёт его. Только немного. Ты же знаешь, что я не разрешаю мальчику много есть сладкого. От этого зубы портятся. Хорошо. Не переживай. А почему вы сидите на холодной земле? Ведь это вредно для здоровья, вы разве не знаете? Поверь, мне это уже никак не повредит. А ты чего это ночью по лесу один бродишь? Да вот, ёлку ищу, чтобы украсить дом на Новый год. А то ведь знаете, какой Новый год без ёлки? Понятно. А вы почему грустите? Ведь Новый год скоро. А какой праздник без детей, не скажешь мне? Я остался один. А ведь раньше в моём доме было много детей. И мы всегда весело отмечали его. Ну, если хотите, можете встретить Новый год вместе со мной. И бабушкой. Думаю, она не будет против. Да, я согласен. Тогда помогите мне найти ёлку. Вот. Хорошая ель. Смотри, какая ровная. Но она огромная. А нам нужна невысокая, чтобы в дом вошла и в потолок не упиралась. Понятно. Тогда давай разделимся. Так быстрее будет. Нашёл? Нет. Нашёл? Да, нашёл. Но она не подходит. Слишком высокая. Нашёл? Нет. К сожалению, в этом лесу все ёлки высокие. Я замёрз. Придётся возвращаться без ёлки. Жаль. Ух ты! Вот это сюрприз! Спасибо, бабуль! Ну, сестра. Знала же, что ей нельзя доверять. Ох. Конфет объелся. Но чего-то не хватает для полного счастья. Я так мечтал о ёлке. Хотя бы самой маленькой. Самой малепусенькой. Но, видно, не судьба. Я придумал. А что если... В лесу родилась ёлочка. В лесу она росла. Зимой и летом стройная Зелёная была. Я вам тут ещё мандаринки принесла. Немножко. Ну, сестра. С Новым годом тебе! С Новым годом! С новым счастьем! Всем привет! Сейчас я прочитаю 10 случайно подобранных приветов. Поехали! Кошатник, привет! Привет, Динокэт! Оригай, привет тебе! Герман Штерн, привет! Шлада ТВ, привет! Фокси Пират, привет! И последний игрок, привет! Леди Зурежат, привет! Кошка Кавай, привет! Никуля Красотуля, привет! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Пишите в комментариях, приветики свои передавайте, делитесь с друзьями в соцсетях. Я вас поздравляю с праздниками и всего хорошего! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!